Здравствуйте, дорогие телезрители! А вот и наступил новый 2023 год и первый выпуск полюбившейся вам передачи «Дорога жизни», где мы знакомим вас с историями сильных духом людей, которые добились успехов и признания. Они вдохновляют и помогают поверить в себя. Пусть Новый год станет для вас годом успехов, процветания, исполнения самых заветных желаний. История нашего следующего героя – это истинное доказательство того, что упорство и желание могут сдвинуть горы. Это не может не вдохновлять. Он находится в постоянном творческом поиске, много работает над собой, умеет дать молодым артистам необходимые полезные советы и практическую помощь. В победе и успехах театра его доля немалая. Заслуги Сергея Хажимуратовича не остались незамеченными, а свою творческую жизнь. За свою творческую жизнь он получил множество орденов, наград и премии. Итак, встречаем в нашей студии заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии, режиссер, кавалер ордена Парасат Хажимуратов Сергей Хажимуратович. Здравствуйте, Сергей Хажимуратович. Очень рады вас видеть сегодня в Новом году в нашей передаче. И, пользуясь моментом, поздравляем вас с Новым наступившим годом. Я думаю, что вы тоже, наверное, хотите присоединиться к моим поздравлениям и поздравить всех наших любимых телезрителей с Новым годом. Да, в 2023 году я поздравляю всех казахстанцев, не забывая своего коллектива. И вас тоже, ваше коллектив поздравляем с Новым годом. Желаю счастья, творческих успехов. Всегда будет хорошо нам. Пусть принесет этот 2023 год нам счастья и успехов. Сидец Хажимуратович, насколько нам известно, вы родились в ауле Ажибай. Это в Касталовском районе Западно-Казахстанской области в семье Табунчика. Ну вот, судя по вашей биографии, предвещало ли вам что-нибудь, что вы в дальнейшем станете известным актером, заслуженным артистом Казахстана? Расскажите, пожалуйста, о своих детских мечтах. Знаете, вот детство все мечтает же. Мечтает быть, например, космонавтом или там доктором, или как-нибудь учителями хотели стать. Но я не знаю, что я стану артистом, заслуженным, я не мечтал, честно говоря. Но я участвовал в постоянной художественной самодеятельности, начиная со школы. И у нас был этот Агай Джарасхан такой, Агай был у нас, художественной самодеятельности. Он учил там оркестры на дамбру. И как раз я левша. Все сидят и играют на дамбре на этом, и я вот в конце сижу на левом. Ну вот так получилось, потом я любил петь. Ну не актерский, я вообще вот... Музыкальная боеспособность. Да, музыкальная. Вот на дамбре я играл, там дамбра не было, а там... Ну, в общем-то, вот и в школе, и в интернате, когда я учился в интернате. И художественную я постоянно посещал. То есть ни один концерт не обходился без ваших выступлений? Нет, не обходился, да, не обходился. И как раз вот в 1966-1967 год был художественной самодеятельностью. Ну и конкурс был художественной самодеятельностью в совхозе, потом в районе, потом в области, потом в республике. И когда я выступал на этих конкурсе, начиная от этого совхоза, в этом районе, в области, я занимал постоянно первые месяцы. Потом поехал в эту, в Алмату. Тогда, ну, получилось так, что-то меня заметили. И в том числе, знаете, что вот, не песню мою заметили, был такой режиссер, первый профессиональный режиссер Казахстана, Аскар Токпанов. Заметил меня, пригласил к себе, потом, знаете, когда я пел, значит, с мимикой или там движением что-то показывал, где-то актерские, где-то, как получилось, наверное, у меня. И он пригласил к себе, и, ну, я вот, короче говоря, я поступил в класс Токпанова, и там учился, и закончил. Ну, вот от родителей передались какие-то, может быть, способности по генам обычным? Нет, по генам у меня мать. Мать, знаете, вот у нас говорят, у казаков, вот, Харулен Ксибири, она импровизировала, пела сразу. Вот от матери у меня, мне кажется. Отец пас скот. Да. А вы помогали ему в свое время, может быть, в степи, когда пасли, тоже проявляли свои вокальные... Что интересно, знаете, у нас дома девушек не было. Брат и младший, и старший брат, они хозяйством занимались вот снаружи, а я внутри. То есть вы помогали больше маме? Маме. Да, я все делал. И стирал, и готовил, и бешформатил, и хлеб, все-все-все я делал. То есть малых лет она привлечила к труду? Нет, знаете, честно говоря, то, что девушки дома делают, я все делал. Все, конкретно все я делал. Ну, я когда вырос, все осталось жить уж. Ну, сейчас вот тоже, я никогда вот, если жена дома нету, я не жду там что-то готовить. То есть вы можете приготовить себе обед? Нет, запросто. Потому что у меня она тоже актриса, заслуженная деятелька Казахстана, Карла Шаскарова. Ну, когда она в новой изъезжает или там на спектакль, я для дочки, я для себя там, без всякого, что хочет, я все готовлю. Сейчас же вот не так, как раньше было, сейчас же вот старшие вот молодые поколения, они развиты же. Вот это салат не нравится, вот по-старому, это по-новому, понимаете, вот совместно делаешь все. Когда гости приходят или праздничный стол, совместно делаешь. Это же хорошо, представляете, как сейчас завидуют наши женщины, когда муж на кухне помогает супруге готовить вместе еду. Сергей Шхажимуратович, ну вот с первого раза поступить в Алматинского государственного института искусств, это, конечно, большой успех. Вот не было ли такого головокружения, а такого внезапного успеха? Ныне сейчас это Казахско-национальная академия искусств, как вы говорите, Жургена. Ну, вы знаете, как-то первый курс, как-то вот этюд, некоторые вот стихотоврения, там, поэзия, как-то вот незаметно прошло. Когда уже начали ходить в театр, посмотреть Букееву, Шакина Айманова, вот эти корифеи, спектакль посмотреть. Не так играть, мы же тогда же не играли ничего. Когда вот их увидел, так уже начинается любовь и страсть, и какой-то, понимаете, по желанию, что желание такое, как бы приступить к этой сцене. Ну, понимаете, вот тогда уже начался. А так вот, как учились, потом уже второй, третий, четвертый курс уже начнешь играть. Вот выступать, это уже другой школа. Вообще, я бы сказал бы, вот теория, теории, но основному актеру, режиссеру дают это практика. Когда встречаешься с партнерами, встречаешься от старших поколений, выдающихся актеров. Иногда, если бывало, я сталкивался с партнером быть, Журмуханжан Тургиным, например, Аминава Мрзаховой, Ануар Молдобековым. Это, знаете, это колоссальный урок, чем теория, а это практика, это совершенно другой. Совершенно другой, совершенно другой. Почему я вам говорю, вот сейчас вот приходят, оканчивают академию, например, да, приезжают, вот на периферию, говорят, например, ну, областным театром вот приходят там. То, что они приходят оттуда, когда окончив академию, им говорят, я окончил академию. А здесь, когда приходят на театр, и потом вот играют с этими, с нашими актерами, например, с этими, понимаете, когда практика, они теряются. Они думают, что вот, почему я говорю, вот теория, а здесь практика, они уже совсем по-другому считаются. Ну, вот вы помните, с чего все начиналось. После того, как вы закончили именно Алматинский государственный институт искусства, вы работали актером Карагандинского областного драматического театра. Да, мы проводили. Естественно, 25 лет вы там проработали. Да, да, да. Знаете, когда я окончил, приехал вот в Карагандинский областный театр имени Сокарагандинского и Фулина, но обычно вот сейчас вот, когда заканчивают академию, приходят группами, хотя бы, хотя бы 5-6 или 2-3, которые окончили вот сокурсниками, а я тогда был один по направлению, тогда же был в союзе, в направлении. Ну, мне по шестнике вот там, таким молодежи мало было, и нас вот, Кенеш Мабека был, там, Рамазан Баймагамбетов такой, мои ровесники. Мы с ней вот, то, что молодые роли, все доставалось нам, и начали мы играть. Ну, как бы, я, хорошо, что мне попались такие режиссеры, например, вот Жах Бумаров, ныне покойный, но он мне давал, вот, не знаю, не знаю, вот столько лет я работал, там, 25-26 лет, всегда, и я, и женщину выиграл, девушку выиграл, да, да, правильно, я жапал играл. Вы даже играли женские роли. Да, я Алдаркусе играл, я Чохан Валиканова играл, например. Ну, сравните, в сказках, потом Алдаркусе, потом играть Чохан. Сразу так перевоплощаться, да, из одной роли в другую, из сказочного героя, вот такого серьёзного человека. Обычно у актёра бывает штамп, это называется штамп, что, вот, понимаете, вот, в одном роли ты, если играешь, на другом роли тоже всё равно, вот, показывается где-то что-то, то, что ты в том роли играл, где-то, да, а здесь вот, чтобы не войти в штамп, этот Жахвамар мне и туда, и сюда. А потом, когда вот Магбет вставил, я король Магдуф играл с Нурмуханом Жантуриным. Представляете, как это страшно. Страшно до того, вот, только не без сна, без этого, вот, сидишь всю ночь, думаешь, как, какие слова, где-то. А у меня вот Жантуриным играть, я тоже, о-о-о. После этого с ним я... То есть это была одна из самых сложных ролей в вашей жизни? Вот вы вспоминаете сейчас, насколько было вам страшно. Да, да. А когда вот, я же говорю, вот, у Асхар Тухпанова, я учился, вот, первого профессионального режиссёра Казахстана, да, но когда я вот снимал с фильма, по-развению «Яшвезное», играл опять же с Жантуриным вместе. Шесть месяцев не отходил от него никуда. Учился от него. А как у нас, любя говорят же, крал. То, что у него хорошее, я брал, учился. Ну, актёрам всегда надо учиться. Не, вы уже, если брать, вы говорите, вот, столько там званий, там, ладно, премии, анау-мау, да. Но всё равно, сейчас вот молодёжь больше нас знает где-то в другом месте. Не надо отставаться от них. Надо гнаться. Вообще-то вот всегда я говорю, как вы просили там у вас, вот, у родителей там кто-то там. Это, нет, я думаю, вот Бог даёт, когда вот ты родишься, одному, вот, физик. Например, я считаю сам. Один, например, как доктор, лётчик, космонавт. Бог тебе, что дал, надо развивать, развивать, достигать, достичь до того, что Бог дал, надо развивать. Не надо останавливаться. Не надо. Мне, наверное, вот искусство где-то, наверное, Бог это создал. И я вот до сих пор пружусь, ищу. То есть вы считаете, что ещё нужно дальше расти, к чему-то стремиться, хотя вы уже достигли того пика возраста, когда можно сказать, ну всё, я уже отработал своё. Не, 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 остановиться нельзя. Я вот своим ребятам скажу, вот, в шакротерме всегда говорю. Ну, у меня вот привычек такой вот, я с базара. Вы только зашли в базар. Ну, обычно возьмите, вот, зайдёте в базар, да, на базар, вот красивое платье стоит, там хорошо. Смотрите, там ещё лучше. Идёте дальше. А там пойдёте, дальше ещё есть. А может быть, вот это самое красивое. Нет, вы стараетесь того, того достичь. Вот актёры, так и должно быть. Искусство. Вот идти туда, 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 где вот надо достать вот эту. Представляете? Почему, вот, говорю, вот, всё равно, вот, где-то вот, вот эту роль сыграл. Думаешь, нормально получилось. Посмотришь, например, в другом театре другой актёр, больше тебя сыграл. Ага, нет. Почему я остановился здесь? Нет, я перегонать не его. То есть надо ещё лучше собирать его. Да, 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 что он, лучше меня, что ли? Я сейчас лучше сделаю. Вот так надо стремиться. Согласна. А вот были ли у вас роли, которые дарили вам ощущение подъёма? Открывали второе дыхание вам? Знаете, второе дыхание, вот... Знаешь, когда я получил этот, в лауреатуре государственной премии, в 86-м году, 1900, я должен был выходить на сцену, на главную роль. Вдруг мне, а тогда был вот Караганде театр, русский казахский драмтеатр в одном здании, ну, дежурные там все сидящие там женщины и русские были. пришли мне вот телеграммы, там, этот, открытки бросил, на гримировочные. Я раз и раз поздравления считаю, думаю, думаю, вот так. И вдруг поднимаю, телеграмма, умер отец похорон такого. Представляете, что это такое? Представляю. Для вас это был шок. 780 мест, полный зал, аншлаг. А спектакль ведомый-то на госпремию. Я должен выйти на сцену играть. Осталось 15 минут. Приходит главный ресурс, я топен, говорит, ну, что будем делать? И тогда было, третий секретарь подходит, говорит, что мне делать? Будем играть? Вы о чем говорите, вот, второе, когда вышел на сцену в конце, в финале, в финале они должны были, должны меня поймать, я красноармейец играл, бьет по всем статьям, вот это тут, тогда у меня есть слова. Товарищ Ленин, Владимир Ильич, Петрококк, Каладжо, Джо, Бетте, Техканамин. Окончились, закончили мы этот, железнодорожный Петрококк, только я, только я. Представляете, дальше слов нет. А тогда мне мысль состоял, пап, все рядом же, только я. Я же здесь. А завтра похорон, я здесь. А в то время, вот этот партнер, мой друг, который мне бьет, так мне хлистал, это такой, этот, понимаете, следы остались. Такие следы остались. А я не чувствовал. Когда зашли этот, гримерный, я снимаю, ай, мне больно. Тогда он, он мне говорит, ничего, ничего, искусствует, чертов. А он не знал, что у меня отец умер. Я не представляю, как вам удалось пережить вот этот момент на сцене, сыграв блестящую свою роль. Ну, не знаю, я даже в шоке был, или, не знаю, это словами объяснить трудно. Ну, сразу, как спектакль кончился, сразу вот это Третья секретарь, тогда был же Абком партии, сразу на машину, на самолет, сразу отправили. Это кончилось, прошло, все прошло, но знаете, стариков, мать, отцу, ты же с собой всегда же не будешь брать, но мне то, что в жизни было больно, что это я еще потерял брата и братишку. Сейчас я в нашем роду я остался один, всем же не говорю, что я один, я такой, боль внутри. Иногда увидишь, бываешь в гостях, вот приходит младший, говорит старшему, брат, что-то привези, а старший, давай, того, того, а ты думаешь, ах, если я не были бы, я бы тоже так. Ну, это судьба, я думаю, судьба, примирись, куда денешься. Я видел, столько я видел, перевидел, видели, что некоторые не выдержали, некоторые спились, после такого, ну, было и боль, и стали некоторые нервные, некоторые такое, ну, я у меня тоже, не скажу, что я вот святой. У меня тоже была вспыльчивость, тоже было столько нервов, столько это все, но все равно, как хазахра и тадо, терадам, терленности, ну, живет кто это, будешь жить, куда денешься. Пока оттуда не приходят, приказываешь, будешь жить, куда денешься. Так и живем. Ну, зато у меня коллектив, молодежь, партнеры, все, вот, никто мне не обижает, говорит, батя, батя всегда, сирога, сирога. То есть, вы не один совершенно? Нет, нет, понимаете, вот мой коллектив, такой прекрасный коллектив, там, все, когда вот бывает, иногда у нас пару дней не бываешь, они звонят, ай, батя, где ты? Я же говорю, не знаю, ждем тебя. Ну, вот, бывает такое уже. Иногда бывает в семье понедельник у нашей выходной, только понедельник, вот, мы с ними работаем же. Иногда бывает в семье, говорит, список, вот эти бери, вот эти там, по хозяйству, уйдешь утром, иногда в театре хожу, я говорю, что я тут делаю? Ой, надо бежать. Это второй дом же. То есть, хотя в театр, вы напрочь забываете обо всем. Нагадут туда тянет, где вот, это второй дом. Так что, не жалею, что же делать? Все равно, вот, жалей, не жалей, то, что ушло, не вернешь. То, что ушло, не вернешь. Хотя она больно, хотя она, как бы, вот, но все равно, куда денешься, будешь жить. Сердечно, скажи, Муратович, вот скажите, вот двум творческим людям, как уживается в семье, как вы находите компромиссы, как вы проводите, скажем, семейные вечера свои? У вас, наверное, все разговоры только о театре и о своих детях, внуках. Пошли ли они по вашим стопам? Передались ли какие-то качества ваши супруги именно вашему поколению? Знаете, если вот в гостях или собираемся, когда вот собираемся коллектив, с театра кто-нибудь? В гостях или вот при сборе там, да, о театре, о спектакле, о ролях, о дальше перспективах, что к чему, что тот роль не вышла, почему вот. Разборка начинается. Но когда вот другие там в гостях бывают, если они спросят, бывает такое, что, знаете, где-то вот я видел вот этот спектакль, вот он, то, 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 вот так, почему? Вот начинается, нить такой. Есть такие вот зрители, у меня много таких знакомых, приходят вот, начинают обсуждать этот спектакль до того, думаешь, ё-моё-моё. Лучше, лучше эти, знаете, есть такие, такие есть. Нет, надо было вот это так. Иногда думаешь, приходишь, а как вы воспринимаете критику? Критику надо, уметь надо принимать. Ну, есть у нас такие, понимаешь, ну, я же сыграл. Ну, и что ты сыграл? Принимать, надо уметь принимать. Ну, сейчас вот все говорят, звезда, воевай, жил звук, это, она вот такой, такой. Ну, есть такие, ну, молодёжь, ну, что им скажешь? Есть такие, что вот, сыграл вот эту главную роль, всё, он думает, а так? Поймал звездную болезнь. Да, болезнь. А есть некоторые, ой, батя, приходит, гримёшник, вот это не получился, помоги, пожалуйста, вот тут, вот так, вот так надо двигаться, двигаться, вот так. А в семье у меня, вот, сын умер, середина была старшей дочь, и младшей, оба пели, вот, хорошо пели, а младшая танцевала, и пела. И всё, когда вот приехала сюда, в Розер Мбаева, как раз я её послушал, Жаскалин, вы же знаете, у него там, в этом кабинете, он прослушал, верха, всё, всё, потом, Лак и Кисогли, который мы вместе учили, в Алма-Ате, он тоже прослушал, и потом, говорит, давай к нам, дочку. И вдруг старшая дочка приходит, говорит, слушай, дома, говорит, два, два, артистов хватает, и её забрала, к себе, окончила юридическую, сейчас, сейчас, ищут, в Астане, в министерстве юридических, младший работает, хоть у меня вот, от брата, есть сыновья, дочери, они приходят мне, как сыновья, как дочери, вот старшая, осталась, снаха, в Астане, ну, как мать, она мне сейчас, ну, казахи, как говорят, пока они есть, я живой. Ну, и, конечно, ваш отрад, это дочери, которые добились, больших успехов. Иногда, вот, когда я получил, вот этот, поросат, орден поросат, я говорю, ой, не надо, она, вот тогда, этот, младший мне говорит, эй, папа, говорит, если тебе не нужен, не надо, а нам нужен, говорю, как нам нужен, я что-то не понял, она говорит, слушай, зато, кто, чья-то и дочери, говорит, я лауреат государственной премии, заслужен, вот, вот, такого, я, скажу, от сердока надо, сразу на меня. Более 56 лет, вы на сцене, это, немало, да, вот, что на сегодняшний день вы считаете все-таки своим главным достижением, ведь, согласитесь, это же не орден, поросат, который вы получили, вот, для вас, что служат, награды для души, для сердца? Знаете, 56 лет, добавляя, институт, 4 года, ну, знаете, звание, вот это, награждение, вот, не только мне, любому, вот, бывает, вы тоже получите, вот, вот, то, что мне нравится, когда, вот, зрителю, ты нравишься зрителям, у тебя есть, который тебе помнит, тебя любит, вот, это самое большое достижение, когда, когда выходишь на улицу, или там, туда поехал, там, другой область, ой, сероган, например, вчера мы поехали в это, в Актюбинск, понимаете, встречали там, ой, старшее, младшее поколение, колечив, театр, Актюбинск, Актюбинск, и вдруг, ой, сероган, оказывается, приехал, представляете, это самый большой наград, а на фестиваль поехали в это, в Атраву, ну, занимали там, этот, первое место, наш театр получил, третий месяц, а я получил симпатии зрителей, вот это мне, это самое главное, самое главное, это мне, вот, окружающие мои зрители, любимые, это высокая награда, вот это мне награда хватит, а это железки, вот, получим, вы даже сегодня без единой медали, пришли к нам на стучу, без грамот своих, мы же вот, мы уже договорились, субботно, вот так сидят, поэтому я пришел, но обычно бывает такое, я, ладно, чтобы было, когда вот, кадром залива, было, встреча какой-то, и потом мне, там написали телефон, говорят, чтобы награды все, нацепили, пришли, я ничего не отцепил, говорят, костюм, и заслуженное, было у меня, костюм я вообще, один костюм постоянно стоит, вот этого два, я не люблю этот носитель, почему, потому что я знаю, я знаю, что мне на улице все знают, в лицо знает, что я, их и не, знакомый, просто знакомый, знакомый со сцены, знакомый в жизни, а зачем мне вот это смотреть, они и так знают, что я, есть, Кожмурат, то есть, это для вас не главное в жизни, совершенно, не, зачем, то, что, это, одно удовольствие мне, чтобы прийти в театр, там, молодежи, посидеть, поговорить, посмотреть, как они играют, помогать, что к чему, там, где-то что-то не получается, там, подтолкнуть, помочь, вот это мне нравится, за 73 года я, более, как сказать, достиг своего, большого, не могу сказать, но что мне положено, Бог дал, я постараюсь достичь дальше, пока живой, хотя я, еще больше, какой-то я, не стараюсь, но я хочу помочь своим, этой, Шакир, Шакр Тирге, помочь, где-то, они достигали, почему, иногда бывает, вот, например, сейчас я, первый в Казахстане, я играл, Нургыса, Мухавари Нургыса, спектакль же был у нас, первый спектакль я, сыграл, этот роль, вот, ну, многие роли, я стараюсь стать младшим, А есть ли у Вас такие роли, которые в какой-то степени были схожи с Вашей судьбой, с Вашей жизнью? Было и бывает, как бы, иногда жалеешь, иногда вот, оконишь, оконишь, жалко, когда вот, эх, иногда думаешь, если бы я, если бы я, не пошел бы на, тут раз я писал, если бы, я бы не пошел бы на, искусство, может быть, того же не случилось бы, я был бы рядом с отцом, например. Вы, то есть, до сих пор жалеете об этом? Да, иногда, может быть, я с братом вместе был бы, с братишком вместе ходили бы, может, без меня они, хоть бы советовался бы, может быть, почему я, как получилось? Думаешь, думаешь всегда, да, всегда думаешь, без этого нельзя, все равно, где-то, где-то вот щемит. То есть, вы до сих пор жалеете, что отцу поделили недостаточно внимания? Да, да, и матери тоже, матери тоже, 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 очень жалею. Я, знаете, что, я, я в семье, как гость, учился 4-5 лет там, приходил, месяц, там, недели два, побыл, уехал, побыл, уехал, работал в Караганде, прихожу, вот в отпуск, и выезжаю, с ними вообще, понимаете, сейчас вот, когда остался один, думаешь, а зря, зачем мне нужно это было? Все не напрасно, поверьте, ваши родители, в таком свете, они гордятся вами. Ну, так-то оно так, так-то оно так. Разве они представляли, что их сын был таким известным, заслуженным артистом? Да, я понимаю, когда мой фильм вышел, он в экран, когда привезли совхоз, от совхоза к совхозу, вот тащили все, все, все земляки, все, все, ого, конечно, гордость, вот, маленький аул, Ашбай, пусть я ходил Шабукеевы, я, вот лауреат государственной премии, они гордятся, ой, безумбала, безумбала, это слепого Кожмурата сын, лауреат гость премии заслуженный, он мой фильм, мы видели, они гордятся, когда они гордятся, тебе тоже тепло, тоже гордиться, но, то, что личные, здесь личные, это такой боль, бывает иногда, обычно я, сижу дома, беру домбру, так запою, час, полтора, два, прямо, плачу по всем статьям, то, что я думаю, все, выкину, успокоюсь, бывает, и у меня и такое. То есть вы так снимаете, боль, стресс? И такое бывает у меня, и такое бывает, и даже жена говорит, это что, хватит уже, никого не вернешь уже, все. Сколько лет прошло, а вы до сих пор не можете пустить эту боль, 80-го года считаете, 95-й год считай, 97-й год считай, 82-м, отец, 85-м, брат, 87-м, младший, 97-м, мать, ну, это же, представляешь? Говорят, что испытания даются только сильным людям, действительно, вам столько довелось пережить, и самое главное, наверное, то, что страшное в жизни, это терять родных людей. Вот это страшное. Это самое страшное. Почему я говорю жалею? Вот об этом просто жалеешь. Ну, я не считаю себя сильным. Бывает у меня слабость. Бывает иногда слабость, иногда бывает такое. А что вам не дает сломаться все-таки? Каждому человеку свойственно, действительно. У каждого человека есть свои слабости. Особенно творческим людям, наверное, это свойственно. Да. То, что постоянно думают, размышляют. Врать не буду. Что там? Иногда залаживаю. Ну, никуда не выходя. Дома? Да. На улице, чтобы всем там показать, что я не... Нет. Иногда бывает тут, сидишь там. Это ведь минутная слабость. Ну, да, это минутная слабость. Ну, эту минутную слабость надо победить. А потом, одумаешься, думаешь, э-э, хватит, прекрати. А то завтра вот выйдешь на улице, скажешь, э-э. Даже ребятам, вот моим, вот подопечникам, я говорю, эй, в театр вот на сланцах не приходи. А я так не знаю. Роль сыграл классно, вот так вот, зеленый смотрит, ух ты, Роль, какой красавчик. А вдруг на улице ходит, э-э, это же он же, Юг, что с ним? Надо всегда соблюдать все это, одеваться и ходить, и смотреть. Понимаете, это полнеть тоже нельзя. А как вы держите-то форму свою? Не, я, наверное, проруду. Но никто не даст вам 73 года, если честно. Бывает, что иногда вот весной, вот немножко, неделю хватит мне. Тем более сейчас время согомов, мишформатов, курдаков. Надо форму держать. Форму держать надо, потому что на сцену выходишь. Тебя люди будут, зрители будут смотреть. Вот почему? У нас научили там все движения, все, вот их, стан держать, форму, выходить, это вывешать. Ну, урага делать, что такое? Ну, вот сразу. Тянули осамку. Ну, осамку обязательно надо держать. Сережа Муратович, не могу не попросить вас прочитать какой-нибудь свой любимый монолог, который вот трогает вашу душу. Вот хочется вот сейчас послушать, так как, ну, не все, наверное, телезрители, может быть, побывали на ваших спектаклях, смотрели ваши фильмы, и сейчас хотелось бы вот живую, вот рядом, сидя с вами. Я по тексту вот слов я никогда не пропускаю. Например, вот кем я, когда их держат, хотят убить там, и говорят, эй, ункей битый, олоболоптаусом, дорогой бёрдый. Вот вы собрались, как волки, тапсайарда сойар көк, астан елдің олғызы, біз болғаныңыз бар, дейді. Каууи қатет, нас, мы жуаши, дейді. Көк бөрдемей, не дейді, кансорпам, шпесен, көңгілдерің көншіместей. Без наш жерт, бабам, лағанет, босын сендерге, лағанет, я проклоняю бас, но не народ. Қарғасамды серілеті, қарғамаймыс ордерінде. Ер, қадырын білер, сол елдейді. Вот, народ, түлкін аспаймед, наш үлі бол. Просты, а не вы. Сондақ, біздің қанымызы, қарғысып, сенің маңдайыңа басады. үлі бол. 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 видишь вот так надо поймать цветка зрителя а у нас некоторые час молодежи пробалтывает быстрее текст говорит под этим текстом час стал чок чок хочешь от этого ты удовольствие получающий даешь это этим текстом зрителю удовольствие вот если ты дашь это тогда это получился что ты сыграл этот роль от того читает что вот великие актеры вот шантурин столько русских великих актеров вот считай на приход у нас режиссер вот обычно когда спектакль от получится режиссер не видно тут больно режиссер остается за кадром за кадром но то что он тебе актеру такую задачу дает это никто не знает жизнь такую задачу дает вот и ждет чтоб ты это исполнил выше его достижение то что он дал лишь ты добавь должен добавить больше больше сделать вот режиссерской работа там остается а апплосменты роль получает актер вот например у нас вы наверно знаете работал у нас столько лет работал мухан туман ты знаешь что когда я вот на фестивале поехал до фестиваля посмотрел он ставил спектакль жалых одиночества а вот это спектакль это такой боль сделал я начал спектакль до конца плакал понимаешь одиночества это меня вы же не одинокий сертифик муратович у вас нет этот от этого спектакля понимаешь от этого спектакля вот вспоминаешь того того то что он горит я на у от озера стой с этой стороны не доплыть до могилей матери оставаться здесь вот сравните тот спектакль который я играл здесь отец а там выйти вот это сопоставление поймете какой когда весь сравниваешься что к чему вот так вот и вот тут боль все равно проходит а это вон и рахам жанру тарбаева драматурга произведение драматурга он сделал такой спектакль что все одумались так такой мертвый тишина был там столько там великих там начиная жюри все сидели молчали спектакль кончестве молчат плачет а это сделал кто режиссер туман а на сцене мы принимали который актеров то что он сделал на бис выше мы принимали в первую очередь это заслуга режиссерах да я хочу сказать что эти заслуги режиссеры вот сейчас вот это вы только понимаете именно кто в этой среде работа со стороны зрители конечно воспринимает да воспринимает ну знаете ну все вот новый год я имею ввиду всем зрителям всем казахстанцев всем уральцев западных казахстанцев коллег наших всех театров русских казахских филармонии все работникам искусств и всем 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 желаю и творческого удачи здоровья и счастья а я благодарю вас сегодня за то что вы уделили время пришли к нам в студию поделились своей жизненной историей рассказали нам о своих взлетах и падениях вы настолько сильный человек вот я просто была потрясена сегодня ваша история и попала с вами и посмеялась так же как и наши телезрители и хочется пожелать вам жизни только огромного счастья самое главное крепкого здоровья неиссякаемой энергии бесконечного вдохновения благодарных зрителей ярких премьер спасибо вся жизнь эта игра а люди в нем актеры желаю каждому выбрать жизни ту роль которую мы по душе и сыграть ее безукоризненно и блестящим будьте счастливы и здоровы желаю всем мира благополучия и счастья пусть в новом году все получится все задумано сбудется до свидания и до скорых встреч в эфире КОМИЧ�ИССКОМЕНТСКИЙ 6 КОМИЧАИ СОП canvide СОП БОБАЛИ